Всем привет, с вами Красный Скорпион, и сегодня я начинаю свой ремастер от прохождения серии Modern Warfare, а именно частей под названием Call of Duty Modern Warfare 2 и Call of Duty Modern Warfare 3. Почему я вообще решил это сделать, и что же такое ремастер от прохождения, ну, как многие знают, ну, особенно те, кто в недавнее время пришел на мой канал и подписался или не подписался, просто увидел, неважно, у меня уже есть прохождение Call of Duty Modern Warfare 2 и Call of Duty Modern Warfare 3, но под этими видеороликами постоянно какой-то бугурт на то, что я там играть не умею, то, что качество видео плохое, и вообще эти видеоролики ужасны, ну и собственно говоря, большинство комментариев под ними негативно. И я, соответственно, решил проверить, что там такое, действительно ли настолько ужасны данные прохождения, и поверьте, более чем ужасны, то есть серьезно, я посмотрел, у меня там качество видеороликов фактически на нуле, я даже не растягивал видеоролик по размеру Full HD или 720p, то есть в некоторых ситуациях у меня квадрат с черными полосками по экрану, хотя я играл вроде как в 720p. Но это было давно, это был 2015 год, тогда у меня и голос был такой не очень приятный, я пытался имитировать различные звуковые эффекты, типа пиу-пиу, бдыщ, ну такая срань на самом деле. И самое главное, то, что я очень много тупил и лажал, и причем это было на нормальной сложности, то есть сейчас я Modern Warfare 2 на нормальной сложности могу пройти вообще без единой смерти, ни разу не запнувшись. И в принципе, наверное, можно было бы так сделать, но все-таки я хочу исправиться и записать прохождение Call of Duty Modern Warfare 2 на ветеране с минимальным количеством смертей, со всеми ноутбуками и без вот этой всей тупизны и огромного количества несуразиц во время прохождения. Ладно, ну соответственно, быстро расскажу про саму Call of Duty Modern Warfare 2, кто не знал. Вышла эта игра в 2009 году, после World of War, то есть, соответственно, она продолжает цикл Call of Duty Modern Warfare, Call of Duty Black Ops. То есть, вышла Call of Duty 4 Modern Warfare, потом Call of Duty World of War, приквел Black Ops, потом Call of Duty Modern Warfare 2. Эта игра повествует о событиях, ну, произошедших после сюжетной кампании Call of Duty 4 Modern Warfare и концентрируется фактически на тех же персонажах. Ну что ж, давайте же вернемся вновь в 2009 год и погрузимся заново в атмосферу Modern Warfare. Поехали. Личное дело. Это новичок, сэр. Да, что у тебя за имя такое дурацкое, Солд? Николай сейчас в аду. Проводим его? Мы позаботимся о наших друзьях. Уходим. Захаев. Имран Захаев. Моя кровь на их руках. Все один их, выпущена ракета. Повторяем. Моя кровь на их руках. Итак, пять лет спустя. 2016 год. Ну, не такой далекий от нас. Он даже уже прошел. Что-то меняется, что-то остается прежним. Границы меняются, приходят новые игроки, но власть всегда находит себе место. Мы дрались бок о бок с русскими. Они ненавидят нас за это. Уничтожаешь одного врага, ему на смену приходит еще более опасный. Новые страны, новые цели, новая идеология. Вчерашние враги, нынешние новобранцы. Учите их сражаться и молитесь, чтобы они не возненавидели вас за это. День другой, беда все та же. Вы знаете, чего я ищу, сержант Фоули? Будьте начеку. Будет исполнено, генерал. У нас сегодня занятие с новобранцами на полигоне. Что ж, Modern Warfare 2, мы возвращаемся. День другой, беда все та же. День первый, рядовой первого класса Джозеф Уален, первый батальон 75-го полка рейнджеров армии США, база огневой поддержки Фенис, Афганистан. Феникс. Курс молодого бойца открыт. Сейчас рядовой Ален быстренько покажет, что вам нужно делать. Без обид. Больше половины из вас стреляет от бедра, как попало. Пустая трата пункта. Вы мазилы и выглядите как придурки. Рядовой Ален, что я имею в виду? Возьмите оружие и стреляйте по мишеням позади вас. Разверните, стреляйте по мишеням. Понятно, что я имел в виду. Дождь, пуль повсюду. При том, что я точно попал в цель. Устойчивое положение и поразить цели, используя прицел. Рядовой Ален, покажите нашим друзьям, как стреляют рейнджеры. Сперва присядьте, а потом прицельтесь по мишень. Все очень просто. Хочешь поразить мишень, целься через прицел. Укрытие малой прочности вполне можно пробить из некоторых видов оружия. Рядовой покажет вам. И последнее по счету, но не по значению. Осколочная граната. Бросьте гранату так, чтобы проразиться ради нескольких целей. Хорошо. Гранаты могут скатиться по наклонной плоскости. Дважды подумайте, прежде чем кидать гранату вверх по склону. Что ж, спасибо, рядовой Ален. Идите на полигон. Генерал Шепард проверит вас в деле. Принято. Ну, кто будет первым? Покажите мне, чему вы научились. В принципе, я довольно много упустил в оригинальном прохождении. Потому что здесь, ну, можно посмотреть, как они стреляют по пустому полю. Ну, в принципе, в обзорах Ванделея вы, наверное, это все уже видели. Ну, если кто не знает, Ванделей это такой обзорщик по сталкеру и по колде. Здесь как бы музыка и время препровождения бойцов довольно хорошо расписано. То есть, в принципе, именно такая проработка первого уровня, как мне кажется, должна была быть в оригинальной Modern Warfare. Но, наверное, тогда либо бюджеты особого не выделили, либо просто было некогда делать. Либо лень. Ну, мы этого уже вряд ли узнаем. Ну, рядовой с возвращением на полигон. Генерал Шепард хочет взять одного из наших для спецоперации. Он лично приехал с проверкой. Давай, бери пистолет. Так, принято. Теперь выбери винтовку. Есть. Хорошо, теперь опять пистолет. Видел, как быстро? Выхватить пистолет быстрее, чем перезарядить винтовку. Улыбайся и бей в цель. На тебя смотрит Шепард. Он убирает лучших в элитный отряд. Если ты хочешь. Ну ладно, приступай. Отчет времени начнется... А кто же не хочет-то? Так, ну, в принципе, с Эмкой бегать по полигону как-то медленно. Мы сразу не поручили Ивана. Зачистите первый сектор. Ну, давай. Так, идем дальше. Все чисто. Теперь в здание. Вверх по лестнице. Рукопашно. Нажом. Все чисто. Прыгай. Последний сектор. Давай, вперед. Так, ну я пройду теперь с пистолетом. Сын, наверное, будет немножко побыстрее. Чистите первый сектор. Ну, давай. Все чисто. Теперь в здание. Вверх по лестнице. Рукопашную. Нажом. Все чисто. Прыгай. Последний сектор. Давай, вперед. То самое чувство, когда меткость 114%. Ладно, поехали еще раз МП-5К пройдем. И, в принципе, будет достаточно. Вверх по лестнице. Рукопашную. Нажом. Все чисто. Прыгай. Последний сектор. Давай, вперед. Беги к выходу. Время идет. 120%. Ха-ха. Иди наверх к своей команде. Или пройди полосу еще раз. Самое интересное, что здесь еще лежит снайперка на штурмовом полигоне, который нужно проходить на время. Интересно, зачем. Ладно, все, я готов. Ветеран. Вы уверены? Да. Ой. Да, здесь настолько безбашенная сложность ветеран, что просят подтвердить это три раза. Поехали. Так, боевая готовность. Ну а на этом видеоролик подошел к концу. Если не хочешь пропустить новые видео или различные новости, то обязательно подпишись на канал. Также оценивай видеоролик, лайк или дизлайк. И, конечно же, напиши комментарий или дополнительный вопрос, на который я обязательно отвечу. Ну а с вами был Красный Скорпион. До скорых встреч в следующем видеоролике. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok